здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня я решила ответить на вопросы одной моей подписчицы которая является сторонницей другой точки зрения как вы все знаете я здесь не поддерживаю спецоперацию которая сейчас происходит в украине и на всех своих эфирах об этом говорю так вот естественно как ну вот мы мы все сейчас разделились на два лагеря да есть среди другого противоположного лагеря люди которые ну действительно может быть стараются обосновывать свою позицию да и мне об этом пишут может быть но если в данном случае человек который мне написал ну я так понимаю вас зовут наталья к сожалению аккаунт закрытый но в общем-то мне и не важно я не собираюсь вашу вот вас лично как-то разбирать да на вашу точку зрения мы сейчас рассмотрим и в конце я знаете вот до меня дошла одна такая вещь которую в самом начале надо было на это обратить внимание вообще почему вообще все это происходит почему вот настолько рьяно и настолько прям четко люди стоят на этой точке зрения до меня наконец-то это дошло с психологической точки зрения я это в конце озвучу но сейчас давайте мы все-таки окунемся в те вопросы которые наталья нам ну вот в те аргументы которые озвучила нам наталья разберемся в каждом из этих аргументов и возможно найдем какую-то истину у натальи есть вот 13 признаков ну вот вы видите перед собой только три первых но 13 признаков фашистского государства украина начиная с майдана значит и первый пункт который наталья нам всем предъявила это официальное признание коллаборантов нацистской германии национальными героями на уровне закона украины смотрите закон о правовом статусе борцов за независимость украины в двадцатом веке я так понимаю что речь идет о законе украины от 9 апреля 2015 года номер триста 14-8 а я почитала этот закон ничего такого прям страшного ну по крайней мере угрожающего мне как гражданки россии я там не нашла с точки зрения россиянки да вот я живу в россии я имею гражданство россии я родила четверых детей в россии я естественно переживаю за то чтобы мы мы жили в безопасности да и я там не нашла ничего такого опасного для себя это первое второе все таки что касается бандеры и других мы этот вопрос еще обязательно поднимем потому что у вас вопрос вот об этом во всех вопросах он присутствует поэтому я об этом еще подробнее расскажу я там почитала посмотрела но очень важный момент в этом законе вот прям четко реабилитируют только тех кто воевал против немцев за национальную свободу понимаете в чем фишка то есть реабилитируют да но реабилитируют тех кто про и воевал против немцев вот это вот очень важный момент да но вы знаете наталья вы я так понимаю читаете законы чужого государства я не знаю где вы живете да вот может быть вы с украины и хотите перейти в россию думая что у нас все намного демократичнее намного лучше да вода мокрее трава зеленее воздух свежее и так далее то вы очень глубоко ошибаетесь потому что у нас 2010 года примерно законы составляются в четыре раза быстрее работают на коль не на качество а именно на количество иногда принимают такие абсурдные законы что просто вот знаете и мы о них узнаем в последний момент когда уже ничего не сделать вот просто на нам доносят эти законы и нам приходится с этим жить например там ну вот абсолютно абсурдные законы которым можно притянуть абсолютно все да вот тот же самый тигранчики осаянчик недавно нам рассказывал про то какие мы классные замечательные мы должны повелевать миром но при этом если мы захотим высказать свою точку зрения то нас ждет ждут автозаки дубинки как он там выразился но всякие разные страшные вещи это все по закону понимаете нам все это грозит по закону то есть если мы выходим даже с белым листочком то нас вот прям по закону оформляют по полной программе и больше мы не не захотим с белыми листочками разные законы просто часто абсурдные часто просто чудовищные страшные ну например там оскорбление чувств верующих к нему можно подтянуть вообще абсолютно любого человека да вот найдите какого-то верующего да вот которого вы якобы оскорбили и все и в общем то вы загремите далеко и надолго дальше подняли пенсионный возраст это вообще как вот если вы в россии живете да то еще не факт что вы доживете до пенсии а значит роскомнадзоры эта структура которая идет в разрез вообще с конституцией вот понимаете например закон об одиночных пикетах и протестах хотя в конституции тоже написано о свободе собраний поправки в конституции 2020 года это просто апогей беззакония били вообще беспредела полнейшего когда наш глубоко уважаемый президент обнулил свой срок президентствования и сказал теперь я с вами до конца своей жизни да кстати насчет него я посмотрела удивительные вещи мне открываются вы знаете что я занимаюсь многими вещами и нумерологии и астрологии и вот буквально недавно открываю программу с у нас астрологическая программа с буквой z я последнее время ее со страхом начинаю открывать потому что вот все что содержит букву z для меня вот знаете такое отторжение вызывает и я что-то полезла там базу данных оказывается там есть его натальная карта причем ректифицированная и если она правдивая то там такие вещи я сейчас посмотрела я просто в шоке я обязательно ближайший эфир проведут такие вот знаете совпаде ну это не совпадение это вот прям четко нам с вами очень много полезной информации я следующий эфир хочу как раз об этом и сделать там потрясающая информация просто я в шоке и там есть надежда есть свет в конце туннеля что все-таки мы поживем и без него путин объединил в нулевых вот еще когда он начинал свое управление для того чтобы получать больше голосов от нас он объединил две партии наше отечество россии и единство и какой партии она стала естественно единая россия да вот сейчас это правящая партия как раньше было коммунистическое как говорится на что за что боролись на то и напоролись да да фбк фонд борьбы с коррупцией это вот помните навального которого убивали убивали не до убивали но его организацию призвали признали экстремистской вот прям демократичное государство да да вообще знаете еще на днях приняли замечательный закон те кто дискредитирует спецоперацию едет служить вот в эту самую нашу горячую точку да на эту самую спецоперацию я вот думаю если если что меня тоже отправят рассказывать кому-то о потерях это является гостайной я еще материнский капитал но по сути это абсурден в такой богатой стране вот у варламова один из последних роликов я посмотрела ребят мы мы в такой богатой стране живем у нас абсолютно все есть понимаете если бы хоть часть этого всего делилась на нас то не было бы такой разрухи а у нас мы живем в нищете просто в жуткой нищете у нас все очень плохо но страна ну не страна руководство наш нашей страны богатеет еще закон о том что если ты что-то продаешь в европу за евро там или за доллары то нужно половину суммы обменять на рубли вот поэтому драконов скому курсу который на самом деле не имеет ничего общего со здравым смыслом на этом я не знаю уже до 50 рублей уже дошел доллар то но кто-то там сидит на бумажке и пишет сегодня доллар будет 49 рублей да и все говорят ну хорошо 49 так 49 все равно долларов нет пусть будет 49 до ндс подняли до 20 процентов никто не заметил но на самом деле конечно никто не заметил потому что кроме ндс есть налог на прибыль и если кто-то занимается бизнесом да то вы отлично знаете что там путин очень громко кричал что ндс мы понизили до 18 процентов мы такие классные а при этом налог на прибыль и в общем половину сразу вот с того что ты продаешь половину ты просто отдаешь налоговой замечательного вообще поддержка предпринимательства ну то есть это я набросала не все законы до которые у нас которые напрямую напрямую касаются россиян которые напрямую залезают в карман россиянам которые напрямую мешают нам жить но эти законы ничто по сравнению с законом украины номер триста четырнадцать тире 8 от 9 апреля 2015 года до наталья ну я понимаю почему вы так считаете и об этом я обязательно скажу в конце а да дальше следующая претензия от натальи я думаю что надо и второй и третий вопрос объединить в один потому что ну вот тут ответ будет один на все значит второе вторая претензия массовое применение переименование улиц во всех городах украины в честь нацистских коллаборантов бандеры мельника шухевича канавальца героев упа а также улицы в честь бойцов дивизии сс галичина общее число таких переименований идет уже на десятки боже мой как страшно установка памятников нацистским коллаборантам в киеве установлен памятник бандере на западной украине счет памятником шухевичу бандере канавальцу стытько также идет на десятки но вот что касается вот этого все вот этих всех личностей да я посмотрела посмотрела что это за люди ну в общем то знаете вот что касается бандеры тут вопрос очень спорный бандера там шухевич этот они в общем то с одной стороны да я еще училась когда они были предателями сейчас вот я почитала некоторую информацию где они действительно как бы пошли на как на то что взаимодействовали с немцами но они боролись против немцев вот но тем не менее знаете вот этот вопрос украинцы я вас прошу пожалуйста объясните мне вот этот вопрос вот я не знаю много информации разные очень противоречивой я понимаю что в общем то нам россиянам вот абсолютно вот мне например все равно да вот кто кого вы считаете национальным героем но объясните мне пожалуйста вот по поводу этих лиц и в комментариях да и чтоб я понимала о чем речь я просто почитала разные разную информацию и кстати по поводу таких вещей история очень часто знает такие примеры например вот у нас вот я сейчас живу в турции да и здесь ататюрк это национальный герой а вы знаете что он в какой-то момент как он вообще пришел к власти и как он сделал независимую турцию он договорился с лениным о том что если ленин даст ему оружие то он сделает здесь революцию и примкнет к советскому союзу ленин на это все повелся он дал ему но снабдил его оружием а ататюрк оказался хитрее он с помощью этого оружия пришел к власти и просто потом сделал так как считает нужным понимаете может быть вот здесь та же схема имелось в виду да да безусловно может быть эти персонажи и спорные да но ребят давайте посмотрим да вот на нас да мы такие в белом пальто да давайте посмотрим а кто же у нас национальные герои но с этим жириновским вообще я я в шоке у нас даже мало того что помните я в разборе певцова вы можете посмотреть да вы прямо высказывание жириновского я вам зачитывала ну что это как не экстремизм что это как не не разжигание национальной розни вот его на высказывание это просто узнаете разжигание ненависти ко всем кто не русский понимаете и этот человек он вещал с высоких трибун его все слушали ему все аплодировали то даже его именем хотят назвать улицу в центре москвы да ну то есть это герой да по вашему ну вот здесь вот прям тут уже даже далеко ходить не надо не надо там спорные вопросы вот то что касается там бандеры шухевича это давным давно люди жили да как-то по-своему выражали свое мнение это вопросы к историкам да причем к независимым я думаю историком потому что у россии история своя у украины своя да вообще россия ребят вы сами свою историю пишите чем вы лезете в украинскую историю пусть ребята сами пишут даже глобус украины господи да пусть поржут вообще вот вот мне как-то я не считаю что если люди шутят про глобус глобус украины или вот каких-то национальных героев себе выбирают это повод для того чтобы нам на них нападать какое нам вообще дело до того как какого вы там чествуете да но вспомните пожалуйста вот наши тоже какие-то вещи ну вот например сейчас вам покажу вот вот памятник у нас стоит знаете где сейчас я вам скажу где не записано так 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 станция еланская шелоховского района или шелоховского шелоховского района памятник генералу краснову русские коллаборанты например тоже были не только украинские до власовка каминский воскобойник краснов макарова и так далее вот у нас тоже много таких так называемых героев да и вот пожалуйста памятник стоит вот в станции или станица может быть я не знаю что станица еланская ну вот вот там стоит шелоховский район адам дальше вы думаете это все вот пожалуйста в санкт-петербурге табличка маннер гейму в питере почитала я об этом персонаже вот благодаря ему случилось блага блокада ленинграда да но тоже кстати вопрос спорный но тем не менее памятник повесили да вот вот все блокадники пожалуйста приходите аплодировать а дальше вот пожалуйста в уфе есть улица имени заки валиде помимо всего прочего валиде принимал участие в создании ссовского турки туркистанского легиона легиона и дель-урал азербайджанского легиона и боевой группы крым в девяносто втором году именем заки валиде названа уфимская республиканская библиотека имени крупской а в 2008 году его именем названа улица в уфе бывшая улица фрунзе вот вам пожалуйста национальные герои россии да ну конечно же уфимского нас это не коллаборанты да у нас это герои это у них там коллаборанты но кстати еще знаете вот есть мнение в интернете даже что солженицын коллаборант но я так не считаю но тем не менее вот я посмотрела вот многие люди так считают вот это вот за из-за этого мы напали на украину да вот получается вот вот это вот это повод для того чтобы лишать людей жизни да вот за то что у них там какие-то свои национальные герои и на что они имеют полное право я считаю но если вы считаете по-другому пожалуйста напишите в комментарии а дальше следующая претензия от натальи спикером верховной рады украины сразу после майдана стал один из основателей национал социалистической партии украины андрей порубей также причастны к расстрелу протестующих милиции на майдане причастны к одесской хатыни и другим преступлением да безусловно это ужасно и но здесь я должна сказать что с нашей стороны ребят а убийца навального вообще его видели заур дедаев вот кадыровец он же воевал даже вот насколько я знаю он был замечен в рядах кадыровцев но он был там каким-то командиром потом он попал в госпитале к нему даже кадыров приезжал навещать то есть это 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 герой да вот вот то что кроме того опять-таки приведу жириновского вот например я не знаю кто это такое андрей порубей да и что он там говорил но я хорошо знаю что жириновского знают везде знает весь мир ну вот по крайней мере в украине его хорошо знают его высказывания просто я считаю что за каждое из этих высказываний надо привлекать к ответственности но ничего нормально да значит у нас вот с высоких трибун можно вещать все что угодно кран на главное чтобы это было красиво да с эмоциями и чтобы народу нравилось а вот то что там ну вот их надо привлечь ну я безусловно считаю что их надо привлекать если они причастны а если это просто так хочется российской пропаганде но это не не их дело ребят да что касается вот вот опять шестой пункт я чуть-чуть перепрыгну одесской хатыни расследование одесской хатыни фактически прекращено виноваты и не найдены но вот здесь вот я все таки вот одним ответом отвечу да вот то что немцова прям посреди вот в центре города перед кремлем убили немцова до нашли убей ну я не знаю нашли или показали нам да вот этого заура дадаева но то есть мы все увидели что это чеченцы сделали до которые сейчас нас это как привилегированная группа нашего любимого президента да то есть вот эти вот преступники они до сих пор у власти да то есть вот это вот все можно я безусловно не считаю что преступление ну как бы можно повторять да ну вот чья корова мычала вот наша бы молчала да вот что касается вот этих вещей понимаете когда вот у себя в глазу бревна не замечаешь вот это вот конечно очень странно вот у нас вообще более чудовищные вещи происходят и мы об этом молчим а молчим вот я я обязательно скажу почему потому что ну вот это психологически психологически понятно и вот эти все комментарии наталья от вас я понимаю почему я вот знаете вот только сейчас до меня дошло почему они у вас вот кипят и почему вот не поленились написали вот это же на телефоне писали да вот это в инстаграме эти комментарии то есть вы набирали и пытались донести до меня эту мысль за что я вам отчасти благодарна что что вы потратили столько времени чтобы 13 пунктов набросать да и это это значит у вас это болит да и вот вот я только сейчас ты мне дошло почему болит да то есть навальный он его чудом получается спасли да и он сам нашел убийц он сам нам их показал в ю тубе это видео есть ну они разве сидят разве их привлекли к ответственности вообще вот ничего скрипали то же самое людей убивали людей тоже вот этим вот новичком ну по сути чуть не убили да и что дальше где где наказание преступником я просто в шоке да а мы вот наблюдаем внимательно под увеличительным стеклом что там происходит в украине ребят тут и без увеличительного стекла можно рассмотреть проблемы да ну ладно давайте дальше небывалой почести оказываются юрию шухевичу создателю нацистской партии у на депутату рады от партии лишь к сыну видного нацистом романа шухевича ну кстати вот вот эти два вопроса вот спикером верховной рады и ну вот я так понимаю вопрос к верховной ради я посмотрела их состав партийный состав верховной рады да вот эти зеленые это конечно же слуга народа это самая многочисленная тракция это понятно потому что президент является на представителем этой партии да но посмотрите внимательно во первых ни одной националистической группировки вот правого сектора здесь вообще не представлена это о чем-то говорит во вторых вот эти вот голубенькие места это пророссийская партия медведчука называется платформа за жизнь и мир то есть у них в ради даже представлен пророссийский сектор в отличие от нашей государственной думы у нас вообще нет насколько я знаю может быть поправьте меня если у нас украинская какая-нибудь партия в ради но я думаю что нет а зачем нам зачем украине вообще лезть чужие дела чужой страны у них своих дел хватает у них война идет которую развязала соседнее государство им с этим приходится уже восемь лет бороться с этим жить понимаете им не до этого чтобы представлять а в ради представлены наши предстоит ну наши вот на наша партия да вот медведчука то что вас так это возмущает да ну посмотрите на самом деле в украине намного больше демократии и гласности нежели у нас да и ну я понимаю конечно же я понимаю почему все эти претензии поэтому идем дальше значит писатель олесь будина являющийся антифашистом и открыто заявлявшие о своих взглядах был убит подозреваемые в убийстве были выпущены на свободу ну вот здесь я опять повторюсь но извините ну кто кто бы говорил о законе о том чтобы вот наказывать убийц но точно не мы да вот почему вы так рьяно не отстаиваете чтобы например тот же как его заур дадаев отбывал свое наказание почему вы об этом не сообщаете почему вы так и ну вот не не отстаиваете чтобы убийцы навального ну по сути они убийцы до скрипалей и так далее на наших глазах происходят вообще чудовищные вещи а если копнуть дальше так там еще много было таких вот убийств и листьево там разобраться если да вот это вот вас так не беспокоит а вот в украине да действительно это вот прям страшно они несправедливость да дальше следующие моменты сейчас так вот еще значит на украине открыто действуют и официально включены в системы мвд и армии пирамидальные неонацистские банды как-то азов использующий символику дивизии сс на официальном уровне правый сектор донбасс айдар оун и многие другие официально заявляющие о своей приверженности нацистской идеологии идеологии значит смотрите во первых в ради мы с вами не видели ни одной вот партии правого сектора это первое второе отморозков везде хватает но даже при том что ну вот кстати по поводу азова у меня двоякое чувство тут вопрос такой понимаете с одной стороны да безусловно там много чего плохого они их я прочитала и я считаю что в украине надо бы пересмотреть вот этот вопрос да но смотрите какая ситуация с 2014 года россии украина находится в состоянии необъявленной войны им приходится бороться да и здесь ну как бы когда вашу квартиру до залезли преступники вы ищете кто вам поможет от них избавиться да и может быть да безусловно вы как-то даже с какими-то непонятными личностями вот лишь бы только освободите меня от них я вам заплачу сколько угодно да ну вот вы только пожалуйста уберите от меня вот эту нечисть может быть там какая-то вот я я не знаю да вот по сути я с одной стороны согласна что они вот какие-то там неонацисты там ну вот типа наших скинхедов или непонятно что ну вот это я не одобряю но опять таки украинцы пожалуйста напишите мне в комментариях что это такое откуда оно взялось вот это вот азов да вот вашу точку зрения то что я почитала может быть у меня просто выпадает мне так как я пользуюсь яндексом выпадает скорее всего пророссийская версия и здесь я может быть у меня сложилось не то мнение но вот то как они обороняли азов сталь да как они обороняли мариуполь по сути это же их земля да и вот наши в новостях так и типа мерзавцы да вот вот они не мерзавцы ребята они герои они себя показали как герои да и вот вот это я считаю что они отдавали своей жизни они отстаивали суверенитет своей страны они не нападали ни на кого вот это вот очень важный момент и даже вот если считать что они там какие-то плохие да вот с точки зрения обывателя ну и вообще вот с точки зрения здравого смысла то ребят вот не было при них не бучи не вот эти вот разрушенных городов при них этого не было знаете вот как будто россия пошла мы пошли да вот мстить азовцам да за то что они там фашисты еще что-то но отомстили мирным жителям киевской сумской харьковской запорожской херсонских областей то есть чуть-чуть не сходится ребят ребят что-то вот прям как-то вот ну совсем не то безусловно это может быть имело смысл как-то решать за столом переговоров да но опять за столом переговором надо было решать еще в 2014 году и вообще не лезть в этот донбасс вот зачем а гиркин четко объяснил почему россия пошла на донбасс поэтому вот эти вот вещи как бы это уже следствие понимаете вот то что привлекли каких-то не знаю полу бандитов может быть для обороны территории которую отбирают другие бандиты ребят ну а что вы хотели да и вообще как-то странно вот то что вы начинаете предъявлять что кто-то там охране обороняется да не таким образом не теми людьми обороняется а кем им обороняться если мирная страна аграрная во многом страна жила себе жила а тут бах и пришли вот эти вот которым надо прорубить окно для поездок в крым да и вот начали уже невзирая на то что это чужая территория а вот нам хочется да и и что что дальше да ну поэтому конечно же здесь как-то очень странно да и так что еще хотела сказать да и с нашей стороны посмотрите вот эти кадыровцы которые и и вообще вот то что происходит происходило вот эти все в буче что происходит вы до сих пор думаете что это фейки да но я вас поздравляю когда-то вы поймете что это не фейки когда-то вы поймете и вам с этим жить понимаете поэтому чудовищное чудовищно вот что вообще в принципе мы это обсуждаем да но я я обещала да вот те вопросы которые вы освещаете вот и вот 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 это вот по пунктам мне понравилось я решила вот это вот затронуть если у кого-то есть более четкие аргументы пожалуйста пишите в комментариях да вот прям вот по буче меня интересуют вот вы до сих пор кто-то не верит что это на самом деле что это все подстроила украина чтобы подставить россию и там в краматорск упала вот это вот ракета из искандера . у да вот это вот вы до сих пор считаете что украина сама себя бомбита я знаю как расположены улицы в этом в краматорске увидела как она лежит и я поняла что это из донецка прилетела ребята донецк как раз под россией и давайте не будем вот эти вот вещи всякие придумывать да и верить вот тому что вам дуют в уши да ладно извините меня опять понесло до 9 пункт на украине сведомо прямого одобрения власти регулярно проводятся шествия официально посвященные чествованию нацистской идеологии частности на регулярной основе проводятся шествия в честь создания дивизии сс галичи галичина шествия в честь дня рождения бандеры шухевича и других нацистов сопровождаемые демонстрации символики сс и нацистской германии но знаете вот по поводу шухевича я вам сказала по а то тюрку да вот я так понимаю что там та же схема была шухевич он пытался бороться за независимость украины он не давал присяги немцам и в общем то здесь не нам судить до кого они считают национальным героем поэтому здесь как бы что касается да безусловно может быть это и не очень приятно для нас но ребят а вообще что касается нацистской свастики да вот этой всякой вот пожалуйста нацистская нацистские дети у них там определенная работа с ними шла да и вот видите пожалуйста буковку z до которая сейчас у нас на всех наших на всем нашем вооружении на нашей доблестной армии которая сейчас находится в чужой стране да а это ничего да это не фашисты а то что из наших детей вот это вот делают это тоже не нацисты не фашисты это это как бы нормально до считается а а вообще вот мы как ну вот россия да мы считаемся как последователями и правоприемниками вот этой победы до великой но обратите внимание сколько заплатил наш дорогой путин нашим ветеранам да вот в казахстане 1570 долларов заплатили до в день победы в азербайджане таджикистане заплатили больше в молдове заплатили больше в узбекистане кыргызстан везде больше а у нас 171 доллар ну замечательно у нас действительно любят наших ветеранов наших стариков вот пожалуйста бабулька какая-то да безусловно она не ветеран скорее всего она моложе да ну вот вот на наши старики как выживают это это мы это мы победивший фашизм да и в нашей стране вот так вот выживают люди замечательно вот знаете вот это вот лицемерие я просто в шоке вот почему вы так отстаиваете да что вот мы во всем правы что мы имеем право идти и учить других людей жизни в то время как наши люди побираются по помойкам в то время как у нас столько проблем в то время как многие из нас не доживут до пенсии а вы а вы решаете вопросы какого-то другого государства ну что у вас по крайней мере есть чем заниматься наверное вот вы свою энергию вот на это направляете да и вот я даже сейчас направляю свою энергию на то чтобы вам объяснить да ну замечательно вы посчитали вот эти пункты самыми важными да вот из-за этих пунктов имела смысл выгонять людей из домов разрушать их дома убивать людей да вот это вот имела все смысл то но я не знаю что-то у вас сдвинулась с психикой но я догадываюсь украинские официальные лица регулярно делают публичные заявления о необходимости совершения убийств по национальному признаку одобряют убийство мирных жителей на донбассе высказывают полное пренебрежение человеческой жизнью если речь идет о людях которых они называют сепаратистами постоянно делают призывы к развязыванию агрессивной войны международное военное преступление о слушайте я вот этот бред даже комментировать не хочу потому что давайте мне пожалуйста примеры давайте мне пожалуйста вот прям четкие вот где это все было да и будем разбирать а то что вы от себя просто написали это крик души да я я понимаю что крик души и все такое но обоснуть и пожалуйста вот эти все обвинения потому что я считаю что этого всего в украине не было вот я так считаю учитывая то что я общаюсь с украинцами и учитывая то что у меня там родственники живут я считаю что этого не было если вы считаете по-другому пожалуйста предъявите мне доказательств дальше и самое главное украина 8 лет вела необъявленную войну но это просто верх цинизма ребята это верх цинизма вы кстати этот комментарий написали после того как вот я в крайнем своем разборе показала что это развязала россия вот эту войну что это все произошло благодаря тому что гиркин понял что в крым надо добираться сухопутным путем вот почему это произошло не потому что кто-то там испугался чего-то а именно просто использовали вот этот испуг да вот если кто-то даже испугался да ну вот я знаю менталитет украинцев да вот я сама оттуда у нас и пока вот знаете пока не начнется какая-то заваруха мы не встанем вот у нас по крайней мере пока я там жила вот наши мужики они такие ну то есть сначала посмотреть что будет происходить потом конечно если они встанут так они вломят нормально но сначала они как бы подождут посмотрят тут у нас такие мужики очень осмотрительные и вот чтобы у них вот так вот они взяли в руки оружие да где они его взяли интересно чтобы они вот прям взяли и поднялись и пошли прям крушить все для этого нужно чтобы кто-то пришел им грамотно в уши хорошенечко вдул какую-то информацию дал оружие до пообещал им какую-то там денежку или там что-то еще да вот вот в этом случае да мор могло бы быть но опять-таки вот это необъявленная война посмотрите что это за не объявленная война и потом только пишите против собственных граждан господи покрывала совершение военных преступлений отрицала и не проводила расследование применения запрещенных вооружений кстати новичок это же тоже запрещено вооружение в мире зафиксировано уже как минимум три подожди там еще полицейский у скрипалей отравился да еще там двое бомжей или кто-то еще отравился то есть в мире уже зарегистрировано и четко доказано что россия применяет вот эти вещи да вот по украине я не слышала кстати если есть такая статистика при же пришлите мне пожалуйста чтобы украина вот именно запрещенное вооружение применяла в нарушении женевских конвенций ну про женевские конвенции я сейчас скажу надо вот прям просто это сказка до сказка женевские конвенции использовала символику красного креста для вы боевых машин пыталась пытала наверное хотели сказать и убивала военно-пленных и гражданских лиц жестоко уничтожала и подавляла любые призывы к миру и гражданскому взаимопониманию это вы пошли туда призывы к миру до исполнять да вот на танках да вы пошли тюльпаны сажать как я говорю да ну а значит что по существу вот этих всех главных претензий да посмотрите гиркина он объясняет что он хотел руководить украиной с помощью тех областей которые он хотел отжать украины до чтобы он вплоть до киева и киев в лучшем случае он хотел тоже захватить а потом с помощью энергетических вилл руководить украиной и взять ее под свой контроль вот вот что хотел гиркин и он четко об этом рассказывать пересмотрите его интервью на канале у гордона а дальше россия ребята россия нарушила женевские конвенции а именно первое напала без объявления войны кстати точно также она в свое время напала и на чечню то есть россия наруж нарушила женевские конвенции дважды если не больше вот все войны надо еще тоже посмотреть как это все происходило дальше россия вышла из еспч это европейский суд по правам человека и спокойно теперь может применять смертную казнь и сейчас она отвезла азовцев к себе чтобы это скорее всего осуществить то есть на наших глазах сейчас происходит вот такой беспредел если вы думаете дорогая наталья если вы там являетесь гражданкой россии и вы думаете что вас это не коснется еще как коснется всех нас это коснется и не важно потом вы виноваты или нет но если вы загремели или вы не понравились какому-нибудь там не знаю полицейскому или какому-то еще чиновнику у них есть все ресурсы для того чтобы вас подвести под определенную статью и расстрелять вот они пожалуйста ваши перспективы наталья впрочем как и мои в общем-то дальше по военно-пленным вопрос очень серьезный вы думаете зачем засекретили эти данные вот со стороны украины например есть даже на ю тубе канал там берут интервью у ребят да как они попали кстати я не помню как владимир не знаю под видео я тогда помещу его канал очень интересно вы знаете и очень познавательно вот слушать вот этих военно-пленных ребят наших да как они попали как их обманным путем завезли вообще в украину вот в основном вот одна схема одна схема всех обманным путем завозят и как пушечное мясо выставляют на передовую и вот они кому повезет попадают в украинский плен и там с ними поступают вот по женевским конвенциям действительно да и вот их там считаю убитых считают да вот составляют какие-то списки у нас же эти списки засекречены и у нас просто не считают понимаете у нас возят вот эти вот как крематорий переносные для того чтобы трупы просто сжигать понимаете вот вы представляете вообще вот насколько у нас людей даже не считают и вы говорите о женевских конвенциях я я просто в шоке да конечно ну то есть по теле почитайте посмотрите поищите информацию и составьте уже более объективную точку зрения то что вам дуют пропагандоны это не не является правдой это не является найдите показания я кстати у меня был была идея показать вот как поступают с военнопленными у нас да там вот прям показали двух военнопленных избитых раздетых на морозе они там трясутся и вот там это кадыровцы явно над ними издевались и вот ахмат сила вот это вот что-то они говорили то есть сдавайтесь ахмат сила то есть украинских военнопленных избили там не знаю что поиздевались над ними и заставили на камеру что-то сказать и показывают пресс-конференцию наших военнопленных которые рассказывают да вот как как это все происходило ни у одного не никаких следов побоев и каких-то издевательств нет никаких издевательств со стороны украины и наоборот происходит со стороны россии и вот пленных со стороны россии я что-то мало вижу в основном только украинцы показывают пленных и видно что действительно они относятся к ним по человечески по женевским конвенциям да и вы мне тут про женевские конвенции рассказываете да вообще просто браво да следующий пункт ущемление и дискриминации геноцид русскоязычного населения на государственном уровне из недавнего принятый закон о коренных народах украины теперь русские 8 миллионов населения не коренные например татары 260 тысяч человек человек признаны коренными поляки белорусы венгры официально стали людьми другого сорта у них нет права не преподавать не вещать в сми на своем языке ребят но это неправда вот это неправда во первых если бы там запрещали вот так вот прям русским говорить на русском там еще что то ну тогда гордон почему говорит по-русски например вот я смотрю его программы подписана на канал дмитрия гордона он по-русски говорит многие телеканалы украинские там говорят на русском блогеры да кроме того там вот и закон почитайте вот этот закон да я сейчас не буду его приводить но я просто читала что там до государственным языком принят украинский но если вот ну и должны вот должностные лица говорить на украинском но если человек не понимает он просто говорит пожалуйста говорите со мной на русском и по его просьбе уже можно перейти на русский язык и что в этом такого плохого я не пойму вот я совершенно не понимаю это все равно что прийти в турцию сказать а ну-ка быстро все говорите на русском языке с какого перепугу ребят это это просто вообще полный беспредел это чужая страна вообще как мы можем руководить на каком языке им вещать это их полностью право поэтому вот ну совсем вот как в лужу пукнуть вот сказать о том что вот у меня много знакомых там киевляне даже на западной на западной украине которые жили и и живут да а они все говорят на русском вот кого я знаю все говорят по-русски они все русские ну но вам же конечно же да вот вам хочется да вам внушили что там все говорят на украинском и не разрешают говорить на русском но продолжайте верить конечно да это повод для того чтобы взять и приехать их всех поубивать и поселиться в их домах и забрать их стиральные машинки да дальше следующая претензия 13 боже я уже устала сама с этими но обещала значит надо ущемление права населения на историческую религиозную идентификацию ой вот это вот интересный момент ущемление права населения на историческую религиозную идентификацию отмена государственных праздников запрет на использование советской символики подмена украинской православной церкви московского патриархата на автокафедральную автокефальную эфи извините использование термина страна агрессор а кто же мы простите мы ландыши сажаем да вот на территории с 2014 года на автокефальную так подождите в качестве обозначения рф в официальных документах и сми запрет на использование русского языка в учебных заведениях сфере обслуживания и медицинских организациях и т.д. да и вы правильно понимаете и понимаете вы правильно и совершенно правильно понимаете что 8 лет шла гражданская война шла не гражданская война я считаю а война россии против украины просто втихаря вот пожалуйста святогорский монастырь святогорский свято-успенский монастырь был основан 1569 году по приказу царя ивана грозного на месте явления блаженному тимофею иконы божией матери одиги 3 на синичей горе вот пожалуйста стоял этот храм до такой прекрасный великолепный храм святогорске и вот благодаря нашим доблестным на нашей доблестной армии до теперь его больше нету вот вам пожалуйста вот как мы защищаем до защищаем свою веру защищаем наши ценности да вот пожалуйста да это очень показательно знаете и очень больно очень больно то что это варвары варвары приходят и просто уничтожают все культурное наследие наследие до уничтожают людей и вы считаете что достоял вот эти даже восемь лет стоял этот святогорский монастырь да и что-то украина против не не сжигала его да а вот мы пришли и сожгли вот вот мы как отстаиваем свои ценности да но тут в общем-то много ну вот по поводу использования русского языка я уже ответила так но по поводу церковных вопросов знаете у меня очень много вопросов сейчас к нашему патриарху который дует в дуду нашего правительства с точки зрения вообще всех церковных канонов да я считаю что он абсолютно не прав и сейчас он должен осуждать эти все действия нашего правительства но почему-то он сидит и молчит и здесь я понимаю что все-таки украина была права что ушла из-под этого все-таки не туда идут наши руководители рпц вот все-таки я как человек верующий считаю что вот не согласна я и с ними тоже ну не знаю можете меня провернуть в комментариях комментарии открыты можете дальше писать свои комментарии вот если я посчитаю нужным их разбирать да ну наверное я их буду уже сокращать потому что вот целых 13 пунктов которые наталья написала и часто они повторяются и мне приходится соответственно повторяться до использования советской символики да какая вам разница наталья какую символику они используют вот мы сейчас используем фашистскую символику чистейшую и и что и что вот вы поддерживаете значит вот это вот букву z вы поддерживаете да вот вот это вот вы поддерживаете правильно я понимаю наталья но если вы это поддерживать это почему вы осуждаете какие-то там придуманные с вашей стороны или со стороны пропаганды вещи дальше по поводу крыма интересным крым был взят под шумок причем его под шумок отдали без единого выстрела люди и 76 процентов почему проголосовали за вступление в состав россии эти наталья вы наверно не очень хорошо прочитали нашу статистику у нас по статистике вот прям откройте не 76 процентов а 96 и 7 процентов проголосовали за в то время как я знаю многих людей которые были против понимаете но это как у нас знаете нарисую все что угодно да вот как на заборе член написан да ну если не сказать грубее но это не значит что там это самое да у нас любят много чего писать а на самом деле еще не факт а кроме того отжали крым отжали да ну чё дальше то но это бандитская такая схема да ну по поводу этой схемы у гиркина все пожалуйста смотрите его интервью он очень четко подробно все описал как это происходило пожалуйста не надо мне вот это вот сейчас и те восемь лет приписывать да кроме того ну вот эта официальная статистика а вы не помните что вот эти зеленые человечки да вот гиркин сам же сказал о том как он это производил ночные волки вот эти байкеры что они там делали прям все собрались и приехали туда что они делали запугивали людей вот что они делали оккупировали крым сначала а потом ну естественно да все проголосовали потому что боялись да вот еще светлана выражение москаляку на геляку или кто не скачет тот москальды диминутив или все же русофобия белое пушистое в белом пальто я осталась я старалась не хамить спасибо что вы старались не хамить наталья да но знаете вот после того как мы напали на украину да а вот на вас когда нападают вы будете говорить что это замечательный человек да и будете говорить что вы но я думаю вы до такого уровня осознанности не дошли еще чтобы благословлять того человека это уровень святого если вы до этого уровня дошли то я думаю что вас обязательно канонизируют и будут потом молиться на вас но я думаю что если на вас нападут вы будете делать то все чтобы защититься это во первых во вторых если вы останетесь живы после этого то вы будете ненавидеть своего обидчика и вот русофобия это такой вопрос очень скользкий мы сами ведем себя как бандиты да вот в отношении сейчас украины а вообще и в отношении чечни когда-то вели по-бандитски да вот вот россия всегда вот такие вот вещи делала да а потом говорила ой да они же русофобы они же всех нас ненавидят и они хотят нас уничтожить а на самом деле это не нас хотят уничтожить выйдите за границы россии и посмотрите как относятся там просто к обычным людям и вы поймете что нет никакой русофобии там вам там внушают что если вы выйдете за эту границу до вас там все ненавидят для чего вам это говорят для того чтобы вы никуда не дергались чтобы вы стояли в стойле вот как вы это делаете да и со всей силы отстаивали вот эту ваших руководителей до чтобы вы за них стояли горой потому что вы понимаете что вот там еще страшнее но поверьте мне вас очень сильно обманывают но я думаю что вы бессознательно это и сами понимаете вот я дошла до самого интересного почему это происходит почему так много людей пытается находить в моих словах какой-то изъян пытается находить вам не какие-то изъяны ну там и галкина этого же там все сми мочат да ищут там какие-то недостатки почему это происходит да это простая психологическая штука называется вытеснение это механизм психологической защиты при которой человек перенаправляет свою негативную эмоцию от ее первоначального источника к менее угрожающему источнику понимаете в чем фишка классический пример защиты вытесненная смещенная агрессия если человек злится но не может направить свой гнев на источник без последствий как вы помните автозаки дубинки ограничения свободы да вот мы мы понимаем что если вот кто по-настоящему виноват во всех наших бедах от него нам прилетит очень и очень много очень мы пострадаем от этого и вот нам вот этот на вот много-много на нас навалил вот наш руководитель да вот много проблем на нас навалил мы уже не можем у нас агрессия просто кипит и тут бах нам дали украину ах вы скотины такие вы захотели жить свободно ах вы ж гады такие вы майданы себе устраиваете ах вы же бессовестные вы каждые пять лет имеете возможность своего президента переизбирать это ваш президент еще и отчитывается перед вами до ваши вообще вы можете сместить свою руководитель ах вы же наглецы какие а еще когда мы на вас напали так вы еще и сопротивляетесь ах вы какие бессовестные ах вы вот вот за это мы вас ненавидим и вот пошло вот понимаете нам дали зеленый свет вот всю нашу агрессию направить именно туда так что ребята одумывайтесь и понимаете что вот это сейчас вами очень грамотно сманипулировали и вот все что у вас накопилось растущие цены поднятый пенсионный возраст то что вы не можете сказать слово да что вы что значит вы я я тоже россиянка я тоже вот это все не могу себе позволить я уже просто вот уже дошла до точки кипения но я как всегда ищу проблему в себе я всегда вот если во мне что-то копится какая-то агрессия думаю что я не так сделала что не так происходит со мной я умею анализировать и вот мне тоже пытались подсунуть у край украинцев да и украину вот точно так же да вот мне тоже многие знакомые даже сейчас вот буквально вчера подруга прислала вот на тебе посмотри еще один ролик до чтоб ты из своего зазеркалья вышла вот понимаете всячески вот нас сейчас перенаправляют подумайте сядьте подумайте и сделайте выводы правильно это все причина наших всех бед не в том что украина плохая а в том что у нас проблем намного больше чем вот то что нам пытаются внушить я понимаю что это информация для вас намного тяжелее и вот этот защитный механизм то вот это вытеснение она это естественный процесс я почему-то сразу не учла вот этого почему я думаю почему откуда так много вот этих негативных комментариев откуда все так вот взбунтовались почему все не видят очевидных вещей ту же самую бучу все начинают придумывать это фейки это там что-то зашевелилась еще какая-то бредятину ребята включайте мозги включайте сердце включайте совесть и думайте более адекватно вот это вот все что я сейчас вот потратила целый час на эти комментарии по сути вот это было вытеснение от натальи я думаю что я смотрю на это объективно но если кто-то считает по-другому напишите пожалуйста в комментарии очень надеюсь что кому-то из вас это все-таки открыла мозги вернее открыла глаза и включила мозги но если этого не произошло да я понимаю что защитные механизмы психики они такие что сейчас вы будете искать какие-то недостатки в том как я как я сказала что я сказала и вообще вам не знаете что я все-таки на вашей стороне даже если вы не согласны с моей точкой зрения я очень хочу чтобы у нас был мир я понимаю что перед украиной теперь мы уже не оплатным просто долгу я не знаю как мы будем дальнейшем мириться я очень надеюсь что наши что у нас поменяется такие руководства и это руководство как-то договориться потому что я я очень люблю и россиян и украинцев и россиян даже невзирая на то что вы его так вот вытесняете свои эмоции за то что вы ищите виноватых я понимаю что так так проще вот проще но поймите это путь в никуда это не то что в никуда это путь в ловушку и не идите туда остановитесь подумайте желаю вам всего самого хорошего пока пока